Друзья, привет! Знаете, все кому за 40, чуть за 40 или чуть более чем за 40, наверняка помнят американскую семью Лакшиных. Кстати, не путать со мной с Лапшиным. Хотя знаете что, Лакшина на украинском это Лапша. Ну, возможно, никакого-нибудь украинского происхождения, но там в очень давнем поколении. Короче говоря, в 1986 году, я напомню, эта семья с большим шумом, большим скандалом переехала из США в СССР. Все советские газеты, все телеканалы про них писали, показывали, как они клеймили позором варварский капитализм и уезжали в светлый прекрасный СССР. Советская пропаганда сделала из этого настоящее шоу. Типа, наконец-то свершилось, и американцы из прогнившего Запада начали уезжать в СССР. Лакшин из Москвы клеймил позором Америку, призывал всех переезжать в СССР, утверждал, что социализм это будущее. Правда, дальше семьи Лакшиных дело не пошло, я напомню, другие на переезд не решились, ведь была единственная семья из США, которая переехала в СССР. Арнольд Лакшин, приехав в СССР, тут же издал книгу «Террор и преследование в США». Эту книгу для пиара заставляли покупать всем библиотекам бывшего СССР. Последнее, что слышал про господина Лакшина, не путать с Лакшиным, так это то, что в начале 2000-х, выйдя на пенсию по возрасту, я имею в виду российскую пенсию, он впал в нищету и судился с Минфином США, чтобы вдобавок к маленькой российской пенсии ему выплачивали еще и американскую пенсию, поскольку российской ему не хватает. Ну, вы понимаете, да, где американская пенсия, где российская. И он даже хоть добился своего. Теперь вроде как живет в Москве на две пенсии, совмещая грязные денежки загнивающего капитализма и счастливую, но, к сожалению, нищенскую пенсию от пенсионного фонда РФ. Я, собственно, к чему это рассказываю? Сейчас повсюду, значит, я имею в виду в Неверном Кавказе, идут разговоры, что Азербайджан якобы предлагает гражданство армянам. Ну, я имею в виду тем армянам, которые эмигрировали из Азербайджана. Вот эти вот беженцы из Сумгаида и Баку, которые спасали свои жизни, беженцы из Карабаха. Этих людей суммарно будет где-то от 500 до 700 тысяч. И даже азербайджанцы нашли каких-то клоунов, там пару-тройку армян или кто выдает себя за армян, которые, значит, в разных телеграм-каналах говорят, я мечтаю о гражданстве Азербайджана. Азербайджан – великая нация, мы, армяне, должны работать на азербайджанцев. Ну, всякая чушь. Я к чему это говорю? Алиеву на самом-то деле понятно, что армяне не нужны. Не просто так азербайджанцы избавлялись от армянского народа, ну, скажем так, на территории Азербайджанской Церкви, путем геноцида и насильственного выселения. То есть, будь то Арцах, Баку, Сумгаид, неважно, весь Азербайджан. В его советских границах, постсоветских. Азербайджану нужен пиар. Им нужно показать странам Запада, что они – великая толерандия. И страна, которая уважает там все веры, все нации и все прочее. Ну, понятно, что это полное хуфло, это диктаторский, жестокий, преступный, криминальный режим. Но неважно, им надо показать, что они хорошие. И поэтому Азербайджану сейчас нужен такой же Арнольд Лакшин, американец, который якобы, значит, переехал в СССР, потому что считает, что советское будущее – это круче, чем американский загнивающий капитализм. Поэтому они скоро найдут какого-нибудь Арнольда Лакшина, ну, назовем его в армянском случае, допустим, Акопа Копян. Ну, от условных Акопа Копян семьей должен будет приехать в Баку и оттуда клеймить позором Армению, прославляя Великого Алиева и его отца памятника. И что Азербайджан древнейших, из древних, и армяне должны служить азербайджанцам. Жизнь Акопяна в Баку будет как передача за стеклом. Помните, такая была передача за стеклом? Снимали, как там люди жили в каких-то комнатах, да, ну, шоу такое было. И будет освещаться яркая азербайджанская пропаганда, показывая, как счастливо они живут в Баку, эти армяне, да. Там же по версии Азербайджана 30 тысяч армян, причем их число не меняется. То есть, один армянин умер от старости и немедленно рождается другой, но только один, чтобы выровнялось. Вот всегда было 30, а вот будет 29,999 или 30,003. Нет, этого допустить нельзя. Еще Гейдар Алиев сказал, что там 30 тысяч, и это число, знаете, как ножом срезает. Только кто-то родился, ему только кто-то умер, и возвращает мир живых, восставшие из ада. Ну, хотя у них в Азербайджане из ада. Ну вот, ладно, шутки в сторону. Вот, так вот эти вот, вот эта вот армянская семья образцово-показательная, им будут позволять выходить из подъезда в бакинской квартире тщательно охраняемой, даже гулять по двору. Ну, чтобы там снимать репортажи, вот дети играют, все такое, да. Специально подобранные азербайджанские дети будут играть с армянскими детьми. Ну, дети сотрудников госбезопасности Азербайджана, да, чтобы все было тихо, спокойно. Попытки выйти на улицу за пределы двора их армян вежливо предупредят, что там очень опасно. Кстати, это единственная правда из всего сказанного азербайджанцами, поскольку для армянина в Азербайджане их правда опасно, потому что 30 с лишним лет нагнетания армянофобии, фашизма, ненависти к армянскому народу, призывы к геноциду, это все не проходит даром. То есть азербайджанский народ озлоблен, плюс в массе своей не все, но не очень образован, и поэтому на образцово показательного армянина могут напасть, пырнуть ножом, забить о полусмертии, какой там шахид джихад устроить. Так вот, он будет прогуливаться по Бакинскому бульвару для камер, для АСТВ, он, как и семья Лакшиных в 86-м году, будет сопровождение сотрудников азербайджанского КГБ, и только рано на рассвете, либо поздно вечером, чтобы никто их не видел. Акопяна поведут в одну из закрытых и заброшенных армянских церквей в Баку, которую почистят специально под их приход, под камеры заставят молиться, ставить свечи, а напоследок попросят сказать перед камерами, что церковь албанская, а не армянская. Ну и окоп Акопян это скажет. Жизнь Акопяна закончится печально, даже более печально, чем вот этого вот Арнольда Лакшина. Лакшина. У меня язык не понимается, он называет Лакшиным, потому что Лакша это Лакша, ну не важно, чем вот этого американца, переехавшего в СССР. Тот хотя бы обнищал, и в итоге Америка же его и содержит несчастного сбежавшего. А здесь все будет хуже. В один момент этот самый Акоп со своим горячим нравом армянским рассердится, что он живой человек, и хотя и согласился на эту авантюру в надежде, что ему там что-то дадут, квартиру, бабло, но все же он живой человек. И он попытается куда-то выйти, что-то сделать не так, как они хотят. В итоге азербайджанская охрана скрутит этого окопа Акопяна, случайно сломает ему шею. После чего все СМИ Азербайджана пишут, что армянская разведка его убила, поскольку страшно боялась, что счастливый армянин распугает всех тех армян, которые пытались подать на гражданство Азербайджана. Ну, короче, я что хочу сказать. Вот это все одно большое фуфло. Но фуфло, в силу, скажем так, сильной маргинализации самого же армянского общества, оно может лечь на благодатную почву. На этом я, собственно, заканчиваю. Пока, ребята, если хотите поддержать канал и мою деятельность, внизу в описании все реквизиты банковских счетов. Спасибо заранее, пока.